Сделаем анализ и поймем, кто виноват и что дальше делать. Оксана Сапкина, Андрей Никифоров, Вести Томск. Новая программа газификации Томской области, о которой было заявлено в ходе ноябрьского визита в Томск главы Газпрома Алексея Миллера, перешла из статуса устных договоренностей в разряд реального документа. Его стороны подписали на этой неделе в столице. Газпром за 4 года построит в области более 200 километров газопроводов и 6 газораспределительных станций. Это позволит газифицировать 28 населенных пунктов. Власти региона обеспечат строительство 550 километров газораспределительных сетей и переведут на газ 285 котельных. Кроме программы по газификации, Алексей Миллер и Сергей Жвачкин подписали еще два документа. Согласно им, Томская область может стать одним из крупных поставщиков продукции томских предприятий для газового холдинга. А также получить звание кадровой кузницы для газовой промышленности. Уникальность заключается еще и в том, что для подготовки специалистов и рабочих впервые в России будет объединен потенциал университетов и профучилищ. Конечно здорово, когда потенциал такой крупнейшей энергетической компании мира, как является Газпром, и наши возможности как научного города, как города студентов, город науки и город в том числе предприятий, вот соединение вот этих двух вещей, оно безусловно даст свои плоды. И я нисколько не сомневаюсь, что это соглашение не первое, и мы дальше будем плотно работать с акционерным обществом Газпрома.